25 октября в рамках второго фестиваля науки в зале защиты диссертации Таврической Академии прошла вторая междисциплинарная научно-практическая конференция молодых ученых «Академик Вернадский». Во-первых, я пришел с целью поприсутствовать на таком важном мероприятии, как конференция молодых ученых нашего Крымского федерального университета. Во-вторых, мне очень приятно будет открыть эту конференцию от имени проректора по научно-исследовательской деятельности, от имени департамента научно-исследовательской деятельности. Ну и в-третьих, безусловно, мне очень интересно послушать выступления наших молодых исследователей, молодых ученых и узнать об их достижениях в области научно-исследовательской деятельности. Участниками мероприятия стали молодые ученые из всех структурных подразделений Крымского федерального университета. Они представили более 30 научных докладов по перспективным направлениям развития современной науки России. Организатором мероприятия выступил Совет молодых ученых КФУ имени Вернадского. Совет молодых ученых Крымского федерального университета уже второй год подряд организовывает конференцию Академик Вернадских в рамках Дней науки, фестиваля науки КФУ, который объединяет доклады молодых ученых со всего Крымского федерального университета. В этом году участники академической мобильности молодых ученых, конференция является отчетной для них, и они могут рассказать о тенденциях современной науки в тех вузах и научных организациях, которые они посетили за два года, которые действуют проекты академической мобильности. Вы знаете, сегодня будет очень интересное мероприятие, и в принципе уже традиционное, потому что и в прошлом году проводилась междисциплинарная конференция молодых ученых, и в этом году мы продолжаем эту традицию. В этом году у нас заявлено 34 доклада, то есть я думаю, что в следующем году мы уже выйдем на формат двухдневной конференции. Молодых ученых в федеральном университете много, молодые ученые активны, инициативны, и естественно нам всем хочется знать, так как мы входим в большую структуру, достаточно большую структуру, нам всем хочется знать, чем же занимаются молодые ученые других структурных подразделений. Отдельной темой конференции стали доклады молодых ученых по результатам осуществления академической мобильности в рамках проектов программы развития КФУ имени Вернацкого. В рамках конференции для молодых ученых была проведена экскурсия в Музей истории Крымского федерального университета. Меня пригласили рассказать о результатах академической мобильности. В общем-то проект, конечно, очень интересный, потому что, знаете, как реализация такой давней мечты, когда ты можешь поехать туда, куда ты планировал, где тебе нравится, где очень мощные лаборатории, то есть это центральные научно-исследовательские лаборатории крупных вузов, или это академические организации, научно-исследовательские институты и так далее. И, в общем-то, выбор достаточно широкий. Я занималась морфологическими исследованиями на самом тонком уровне, то есть электронной микроскопии. Причем в городе, ну, в таком достаточно интересном, в Санкт-Петербурге, да, что может быть в России более яркое. И, ну, специфика такова, что не успела сделать всю работу. И вот здорово, что эта академическая мобильность, эта программа длительная, и что, как бы, вникнув глубже, да, можно освоить еще какие-то разновидности методик, которые казались, в общем-то, недостижимыми здесь, вот на уровне периферии. В общем-то, я участвовал в проекте академической мобильности сотрудников, жене молодых ученых, и вместе со своим коллегой, который участвовал по молодым ученым, мы ездили в Казанский федеральный привозский университет, а именно в Институт фундаментальной биологии и медицины, в лабораторию нейробиологии. Ну, и, как вы сами понимаете, этот вуз с огромной историей, один из ведущих, один из старейших в Российской Федерации, с очень знаменитыми именами. И ездили мы, так скажем, обучаться новым методикам по работе на клеточных культурах, по работе на переживающих срезах головного мозга, и, в общем, различным методикам пэтч-клампа, как раз-таки, вот, благодаря программе развития, мной и командой был выигран один из грантов, по которому мы получили оборудование. Проведение подобных мероприятий, несомненно, повышает уровень научных исследований в университете, а также способствует внедрению в научное и образовательное пространство Российской Федерации.